Ребята, привет! С вами Игнат. Я еду сейчас в Шлюсенбург. Я обещал, что летом туда съезжу. Надо съездить, пока еще не выпал снег. Да и на улице погода держится. Сегодня 11 число, уже правда поздновато. Но ничего, я посмотрел на до 18, в крепость можно сплавать. Вроде успеваю. В общем, отсниму я, как и обещал, Шлюсенбург. Посмотрим его. На улице ветер. Но я все равно взял квадрик, все взял. Надеюсь, снять офигенский, офигенский ролик. Вон у нас как. Вроде как и пасмурно, вроде как и не пасмурно. Вроде как и хорошо. Но стойка моя отлетела. Куда навигатор цеплять? Вот, ребят, небольшой попандос. Выехал из города и пробки стою уже минут 20, наверное, может и 30. Меняет дорогу. По идее, должна быть пробка туда, в Питер. А пробка из Питера. Зараза, время уже 15.36. До 6 часов. До 6 часов можно в Орешек зайти. Вон, смотрите, что творится. Вот он, Шлиссенбург. Я взял с собой чай. Надо зайти купить что-то к чаю. Нешкодеть не надо. Погода 20 градусов, пишет Google. Ну да, в принципе, тепло. Просто с утра было солнышко. А сейчас, вон что. В такую погоду кадры еще крашен. Мяу, мяу. Ты хочешь ко мне во влог попасть, да? Мяу, мяу. Я тебя не буду гладить, мне сейчас чай пить надо. Хороший котик. Вон, где я машину оставил. Так, это нехило. Я, ребят, так чай взял. Ой, какой тут сквер. У меня у одноклассника здесь. Смотрите, дурной или дурная. А ты че ко мне бежишь? А ты че ко мне бежишь? Мяу, мяу. А ты че ко мне бежишь? Дурной котик. Ты жрать? Нет, домашний котик. Желиться хочет, но я не буду его гладить. Вон, какие дома тут тоже, видите, есть. Но это уже после революции, конечно. Смотрите, ребята, мяу ко мне бежит и все. А ты че такой дурной? А ты че такой дурной придет от тебя гладить? Ты такая нежная киса. Ты такая нежная киса. Ты такая нежная киса. В тех старых влогах, ребята, вы видели. Эти дома, эти каналы. Но тогда была зима, вернее весна, и было неинтересно. А сейчас мы будем смотреть все летом. Ребята, небольшая затравка из крепости. Вот она, эта крепость. Это я сейчас посередине стою. Тут так круто. Скоро будут ролики. Вот она, ребята, орешек. Еще раз. А что это еще раз? Я, по-моему, во влоге не показывал, да? В общем, я иссадил все 15 минут, налетал. Я выберу, конечно, красивые кадры. Ветер сильно, квадрокоптер сносило. Ну, я все равно повыбираю кадры. Здесь реально, ребята, видно, что это звезда. Вы прямо видите, что это звезда. Ну, а та крепость офигенная. Блин, представляете, я говорю, днем было солнце. Было хорошо. А как я доехал, я еще в пробку там попал. Как сюда доехал, так еще. Вообще, ветер поднялся. Ну, наверное, ветер поднялся, потому что на воде. Кстати, я сейчас все вам покажу. Я это тоже в ролике показал, но и во влог ставлю. Там в ролике-то вообще будет прям все хорошо-хорошо видно. Устье Невы. Там Ладога, Устье Невы. И вот уже пошла Невада. Отсюда она идет, плывет. Течет. Идет, плывет, течет отсюда, на Питер. И еще одна история. Там была Иоанна Причете церковь. Там стоит разрушенная территория. Как вы думаете, я его почитал? Ну, моим зрителям не смешно потом будет в ролике. Ну да ладно, я читаю церковь Иоанна Петровича. Это капец. Не перчете, Петровича. Так могу только я, читавод, прочитать. Вот эту табличку я еще не посмотрел. Но это, наверное, можно тоже в интернете найти. Люди вон все уже, видите, линяют. Сейчас ровно в шесть последний. Шутка, хотел сказать, последний катер сбору. Времени уже, наверное, с пяти. Я бегу на причал тоже. Ты еще, ты еще, ты уже. Я бы громко говорительный, если сказал. Ой, как здесь пахнет морем. Сказал бы, люди, быстро все наберчал. Вот, росли вон тоже. Ну, все, сейчас. Вот это капитальный. Я теперь буду сюда. Церковь Иоанна Петровича. Иоанна Причеть, Иоанна Петровича. Все с острова соберутся. Мам, отдельно, по отдельно. И яхта отходит. Памятник? Пойдем памятник? Яхта ровнула. О, все же, наконец, разворачивается. Пойдем. Пойдем памятник. Все, орешек, пока. Что тут ночью, интересно, происходит? Сторожа, наверное, там. Я бы похоронял орешек, я бы там, блин, все бы изглазил. Я бы похоронял его, наверное, дня три и уволил. Все бы там поснимал. Вон тот ангар, вы потом в ролике увидите, там целый ангар. Там китайцы кушают, сидят. Наверное, там, нет, китайцев, наверное, тоже здесь на пристани. Нет, там какой-то катер тоже. Неужели вы китайцы, там и своя пристань, и своя кафешка? Подъезжаем, ребята. Орешек, вон он остался. Да, вот он канал начинается. Короче, я там рассказывал в ролике. Орешек, вон он. Все, ребята, я тут на городском причале, вот он памятник притру. Вот причал, если что, я зимой вот здесь шарахался, показывал вам. Здесь же все во льду было. Я не знал, что это причал. Я в ролике потом увидите, как я ходил, тупил, искал, где причал. Погулял я там шикарно, шикардосовски. Вот она, этот кабак, ребят, следующий день уже. Пойду я сейчас. Иду я на мост. Снимать дневной... Ну, мне, короче, полетать надо днем. На Кофтере возле Большого Овтицкого моста. И вот они снова. Постоянно отсюда прям кучей-кучей-кучей выходят. Поели что-то сейчас опять. Куда-то дальше на экскурсии, наверное. Вон их сколько. Сегодня, ребята, я услышал такую новость. Сегодня 13-е. Что... Блин, Малаховская шоу, это на первом. Господи, как оно? Пусть говорят, будет Собчак везти. Вы слышали? Придется теперь пусть говорят смотреть. Я его не люблю, но из-за Собчак буду смотреть. Все цветочки померзли. Сейчас, кстати, я вам вот этот дом покажу. И потом пойду уже к мосту. Обещал же. Надо обещание сдерживать. Вот он, Чайковского. Ну, вот этот дом тоже посмотрим заодно. А, вот это в этом доме институт. А я вам хотел тот дом показать. Но сейчас я к нему подойду. Там у него вообще такие приколюхи. Смотрите, вон, как все отделано. Тоже ангелы здесь во весь рост. Надолго на него он как. Здесь вон кто. Сейчас вверх покажу. Наверху. Наверху девочки. Внизу мальчики. Там шикардо... Ой. Вот еще я еще увидел. Там шикардосовский, шикардосовский. Там еще есть... Смотрите, какая она крышка фиговина. Возоны стоят. Тоже там уже чинить надо. И есть еще... Там тумбочка одна, где стоит статуя. Сейчас я ее уже вам покажу. Вот они, ребята, девочки. Видите, они прямо стоят на тумбочке. Три их там. Вот так вот они друг... Эти друг на друга. Это немножко позади, как смотреть. Здесь самое шикарное. Мне нравится эркер. Посмотрите, как под эркером. Прям красота какая. И сам эркер. Это прямо вообще... Президение искусства. А вон там... Можно сделать мастерскую художницу. А там все заколочено, загрошено. Вот такая красота. Еще и вазон идти наверху, конечно. Здорово. Ой, а здесь вон как... Ангелочки сидят. Страшно вон слева, который... Тоже, наверное, делали... Узбеки ремонт. Ну, тут, ребят, на территории идет ремонт. Вот эти вот дворцовые... Не знаю, что это такое. Короче, лиги линейма. Ремонтируют все в лесах. Я вот тут за решетки снимаю. Видите, все в лесах. А еще, ребята, сегодня у нас будут фотографии. Вот сейчас все, что я нащелкал на этом доме. Я взял этот... 375 на 300. И давно хотел с ним погулять. Сейчас буду гулять. Такое с ним. Продолжение следует... Продолжение следует... ребят смотрите красивый дом красивые эркеры а здесь не хватает куска штукатурки уже видите прям все светело и они просто закрасили и все он тоже атланты здесь вот копы кирпичи даже не парились ничего не было не восстанавливали этот дом так-то тоже атлант все как положено и эркерово как-то аврическом ребята все уже сегодня пасмурная погода и кажется когда осень хотя на самом деле 8 конечно там уже деревья желтеет да ребята осень начинает ощущаться я конечно еще не сдаюсь не стала куртку девать хотя смотрю многие уже в куртке а моя это коричневенькая которая все время шарюсь я днем ездил не помню куда я ездил в общем под дождь попал мокнет я нашел вот эту кофту мне мама ее ну короче это кофта была с капюшоном я маму попросил убрать капюшон мама мне убрала привезла я про нее забыл она в андресоле лежит сейчас такой думаю папа надо же ее вот как раз время пришло вот этой корточкой уже она мне так нравится но мне старая но я так и люблю она такая теплая мягкая он как-то аврическом зелен еще слава богу еще желтые листва не видно в норильске ребят представляете снег у них выпал еще так это получается числа 8 у них снег выпал ребят вот я днем вам покажу этот я в ночном влоге показывал музей не помню какой музей сейчас эту гличку приближу видимо интересно нет ну в общем вы поняли я в темноте его показывал вот как он выглядит днем вон какие по нотам а вообще вон какая красота 900 начну короче начало прошлого века построить этот дом вот я ребят на суворовском в общем немножко планы поменялись на улице сильный ветер и мне надо было над него и полетать решил я что рисковать не буду сейчас я иду сниму его свою суворовский потом господи такой смольный днем сниму и мост уже не пойду иначе потеряя я квадрокоптер я конечно рискую часто но не из-за моста рисковать за моста рисковать я им не хочу ребят помните я показывал что суворовский тихий проспект ночью я вам это показал до комнат днем вот сейчас прям час пик сейчас аншлаг 5 вечера народа мало машин относительно мало все отлично вот и днем ребят я вам покажу это эти ворота где мы с вами ночью гуляли смольного купола дождик испортил всю малину он смотрите прям вот идет сейчас и камера у меня уже под дождем все убираю камеру эту и иду по направлению к дому блин не снял я мост смотрите ребята тут какая клумбочка вся в розах сейчас я вам фотографии еще покажу как здесь красиво вот они видеть здесь управление всем и лену областью и городом и вот это вот я читал сейчас здесь какой-то суд управление судами прям вот вся управа какая есть она здесь возле смольного видите как они себе красоту наводишь чтобы с кабинетов было им красиво ну и раз я тут оказался днем смотрите фотографии всевидящего ока в дневном исполнении а еще ребят смотрите здесь тоже стоят цветочки это тоже чтобы у них из-за из окон офисов наблюдать за красотой никогда здесь людей нету никаких туристов туры стыда дурные есть тоже красиво они все на невском друг об друга трутся ребят я через таврический опять пошел там так на полерный дует сюда все равно вот этот мостик по озерцу щас вам покажу дождик опять идет 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 хорошо что у меня есть зонтик вот видите какие красивые озерца мостки уточки он плавает тут своя стрелка вон смотрите какой тут вид ребят центр центр круглое озеро посреди да но он дворец посередине здесь мосток и туда у них уходят они затейники делали себе красоту все ребят закругляйся в этом влоге спасибо что его посмотрели подписывайтесь на канал и на основной на влоговый канал лайкайте видео я с вами прощаюсь с вами был гнат пока субтитры сделал DimaTorzok как и покажи обставили spl� и в